На виртуальной карте Балтийского региона мигают треугольники сейсмических станций, в том числе и единственной в Латвии. Станции передают в режиме реального времени все колебания земли, могут зафиксировать даже проезжающие по близлежащей дороге грузовик. Но такие показания геологи не учитывают. Землетрясений у нас на самом деле довольно много. Точное число не скажу, но в прошлом году в Балтийском регионе были зафиксированы более 200 сейсмических событий. Ни одно из них не было естественным. Все были связаны с какой-то хозяйственной деятельностью человека. Взрывы, когда в карьерах добывают полезные ископаемые. Военные учения, разминирование в Балтийском море, мины времен Второй мировой войны до сих пор взрываются и тому подобное. Впрочем, в Курзаме в конце апреля произошло землетрясение природное. Его зафиксировала сейсмологическая станция в Слиттере. И это хорошо видно на графике. Первая волна начинается где-то здесь. Такой маленький сдвиг. Сначала приходит продольная волна, которая является самой быстрой и не слишком ощутима. Люди обычно чувствуют поверхностную волну. Ее лучше всего и видно на сейсмической записи. Вестурс показывает мобильный сейсмограф. Землетрясение зафиксировало не это устройство, но принцип действия стационарного сейсмографа в Слиттере такой же. Есть три пружины, очень-очень чувствительные, расположенные в трех разных направлениях. Одна вниз, одна на север и одна на восток. Как только происходит какое-то движение, пружина вибрирует. Она находится внутри электрического поля и индуцирует ток, который мы можем измерить. Откуда же в Латвии землетрясение? Ведь местность у нас не гористая. Все природные землетрясения, которые происходят в регионе, связаны с тем, что более 10 тысяч лет назад эту территорию покрывал ледник толщиной около двух километров. Под тяжестью льда земная кора прогнулась внутрь мантии земли, так же, как продавливается диван, если на него сесть. Когда ледниковый период закончился, ледник растаял. Этой тяжести больше нет, и земная кора начинает медленно восстанавливать прежнюю форму. Процесс довольно медленный и будет происходить еще тысячи лет. Самое сильное землетрясение в регионе Балтийского моря было зафиксировано в 2004 году в Калининграде. Более пяти баллов, и это большая редкость. В Латвии таких сильных землетрясений не было. Официальный максимум – три балла. И геологи успокаивают, серьезных землетрясений у нас не ожидается. Галина Солодовник, Дзинтерсприндис, РусЛСМ.